Какая вода! Пипец! Капец, я просто не представляю, насколько мне стрёмно. Мне сейчас безумно страшно, потому что... Вы понимаете, одно дело, когда ты гробишь свои волосы, это фигня, но когда ты гробишь волосы своей подруги, это... Пожалуйста, пусть будет нормально. Блин, серьезно? Да, они очень розовые. Я тебя... Я думаю, без слов вы уже поняли, что будет происходить. Моя подруга пошла в прекрасный салон красоты, о чем мы вам поведаем потом в процессе нанесения краски, и пришла на нас очевидно четким запросом. Я хочу себе розовые волосы. Ну, покрасили ее, ну вот, вот как-то так ее покрасили. И теперь она почему-то решила, что я мастер по окрашиванию в розовый цвет. Давайте вспомним, как все это было. В видео, как я по-дурацки испоганила все волосы, потом ходила с отвратительным розовым цветом из дурацкого розового шампуня. Не, он на самом деле прекрасный, это шампунь богов, ничего не скажу. Но то, как я, конечно, его использовалась, я была молодец. А дело вот с этим, и именно я смогу вытащить все это из вот этого... Ну, я не знаю, короче. Почему ты так сильно в меня веришь? Я сама в себя не верю. Зачем ты веришь в меня? Ну, просто ты человек хороший. Отнутри тебе весело, да? Я абсолютно не понимаю, как до этого зашло. Я абсолютно не знаю, какой будет результат. Я вообще не понимаю, почему мы это вместе делаем, и в чем вообще надежда человека, который уверен в том, что я покрашу мой волос в розовый цвет. Чтобы вы понимали, у нас даже краски нет толком. У нас единственное, что есть, это вот эти вот потрясающие шампуни. Которыми однажды я уже угандошила свои волосы в нулину. Здоровье погибшим, как говорится. Тут даже кот беснуется, потому что он понимает, что сейчас будет какое-то мясо. Давай мясо, давай мясо, давай мясо. Конечно, в идеале тебя осветлить, но как мы можем тебя осветлить, если нам нечем? Единственное, что я понимаю из ситуации, которая складывается, это то, что нам придется делать тест. По сути, вариантов, из чего делать тест, не так много. У нас всего три варианта. Первое, это вот такой вот цветной бальзам, который вообще никак не смывается. И если мы тебе его нанесем, и будет плохо, ну, тебе реально придется перекрывать его чем-то более стойким, потому что смывка его не берет. Ну, блин! Она сама сюда приехала? Я не знаю, зачем тут сделаю. У меня нет, моя логика не логична. Все, я приехала, ты должна покрасить. А, короче, если что, мы просто поедем в салон красоты, потому что я поняла, что сегодня, кажется, будет долгое видео. Я учусь на своих ошибках отродила многократно, поэтому... Кот, вернись! Я хочу с накатом. Итак, я на своем личном электрическом стуле, и я готова ко всему. Приступай. Есть возможность поорать? Просто берешь, выходишь и орешь. А, вы вся тварь, ненавижу там, все такое. Отлично! Это советы на случай, если все будет очень плохо. Да, просто орешь. Короче, орешь прям пипец от души. Она говорит, что ее пугают мои пальцы. Да. Сейчас начнем тестировать вот этот вот бальзамчик. Я немножко его намешаю и протестирую на заднем пряде. Сначала надо сделать обор, ребят. Желательно, чтобы он был ровный. Початках не так удобно. Сейчас будет крафт. Живешь? Не больно? Нет, это нормально. Блин, мне так стрёмно, что пипец. Вы понимаете, что я просто сейчас буду красить мои подруги волосы? Это же что? Что происходит? Держи. Предположим, я возьму маленький участок волос, вот такой вот. И нанесу на него, собственно, бальзам. Так, первый прядь готов. Второй вариант это вот такое вот корейское средство, которое уже чем-то изговнено, но я им не пользовалась, я не знаю, что это средство. У меня, правда, перманентное ощущение того, что даже если все будет хорошо, нам, например, вот этого просто тупо не хватит. Я не знаю, что делать. Думаю, этого будет достаточно. Вторая прядь. Ну и третий вариант обычный самый шампунь, но поверьте, этот шампунь мега ядроный, он сделал мои волосы в свое время вот такими. Шампунь. Я накрасила ей пряди, посмотрите, они все абсолютно разные по цвету, они прям супер разные, поэтому нам остается дождаться только как это будет выглядеть, когда это все впитается. Мне страшно, и тебе тоже должно быть страшно. Мне очень страшно. Короче, прошло где-то 30 минут, посмотрите на эти цвета, которые сейчас есть. В принципе, вот этот самый нормальный, который был бальзам, это достаточно непонятный какой-то дранокошковый, а этот просто фиг пойми что. Ну мы сейчас смоем, проверим. Боже, как это неудобно сделать, даже кот пришел посмотреть на то, что происходит. Если вы не знаете, как правильно мыть волосы людям, то вот так это делается. Ну, здесь это выглядит как-то вот так. И все-таки, походу, единственный реально, который будет цветной, это будет вот этот. Ну, мне совершенно очевидно, что единственный цвет, который взялся, это вот этот. И, походу, придется им красить все волосы. Да готовы увидеть, на что похож тот цвет, о котором я говорю? Да! Ты видишь эту розовую прядь? Вижу, единственную. Давай. Она там одна? Да, остальные не взялись. О, класс, ну все. Ну что, мы делаем это? Погнали. Мы реально это будем делать? Да. Ну капец. Мы сделаем это, сделаем. Ну, поехали. Ой, капец, она розовая. Да. Просто капец. Корни не трогай, а вот всю остальную длину, которая светлая, вообще без проблем. Окей. Так, ну теперь расскажи, как до всего этого вообще дошло, пока я буду делать попытки что-то с твоей волосой сотворить. Ну, я пошла моделью и, короче, сказала, сделайте мне такой персиковый цвет. Ну, знаете, такой типа оранжевый с розовым что ли, не знаю. Ну, персиковый. Вот, короче, я приехала к 12.30, а меня взяли только в 3 часа краситься. Вот, и, короче, где-то часов в 3.30 я только ушла оттуда. Вот, блин, каким-то рыжеватым, светло-рыжеватым. Ну, типа, даже близко не персиковый, но я так устала и была замучена, что я просто даже не стала ничего говорить. Я устала и уехала. А через пару дней это вообще смылось и все. Подожди, так все-таки он изначально был хотя бы немного, но розоватый, да, Ля? Да, розоватый он не был, рыжеватый скорее. Жесть. Теперь он смылся за пару дней. Это было на прошлой неделе. Ну, потрясающе, считаю. Есть два стула. Ага. На одном из них жаба-девка. Так, прекрасно. На другом киришма. Так. И тебе надо пойти с кем-то в душ. Так. С кем пойдешь? Сейчас я губ в вопрос. Скажешь, с киришем пойду. Как ты, блин. Ты что, сейчас с тобой вопрос вообще? Я не знаю. Это шагунья. Ну, блин, типа, ты что? Давай. На одном из них кириша, на другом бакуга. С кем в душ пойдешь? Блин, я не знаю. Вот это тяжелый вопрос. Короче, мы это сделали. Все, вся голова розовая. Боже мой. Я не знаю, что происходит. Кстати говоря, она сама сказала мне, чтобы я не красила ей корни. Ты не жалеешь еще про это? Пока нет. Сейчас просохнет, посмотрим и узнаем, жалею я или нет. Капец. Короче, ребят, мы стекаем таймер на 20 где-то минут, а потом смываемся. У нас время. Время смывания краски. Блин, я так боюсь, что вообще с этими волосами будет. Это же просто жесть. Я приманиваю кота. Почему тебе вообще настолько пофиг? Ты хочешь лишь приманить кота. Ну вот он потрогал твое мороженое, теперь ты будешь это есть. И теперь ты будешь брать это в рот. Он еще не трогал, подожди. Чтобы он встал. Давай, давай, давай. На задние лапки. Ну давай, давай, давай. Смех, смех. Что за дрессировка происходит? О, да, да. Вот, постой так. Смывать, это полный пипец. Я не представляю, что это будет. Наклоняйся. Фу, погнали. Нормально, наклоняйся. На колени сядь. Что за наклонение? Даже сидеть на колени. И голову туда. На колени? Ну да. А как ты думаешь, что смывать тебя будет? Я буду молиться, чтобы было нормально. Давай, все, голову туда. Пожалуйста, пусть будет нормально. Мне так стрёмно сейчас это делать. Я просто не представляю, что может получиться. Я не прошу себя, если там получится говно. Я просто не прошу себя. Ребят, пожалуйста, давайте силой ваших лайков. Мы с вами помолимся. Я не знаю, что я сказала, но у меня просто стресс. Нормально? Вогну, погнали. Блин, ребята, посмотрите на воду. Какая вода. Пипец. Она ядовитая. Она ядовитая. Если бы я такую смесь увидела, я бы ее не выпила. Жесть. Оно очень розовое. Развизна не проходит вообще никак. Унюхали? Господи. Так, ребят, мы это сделали. Давай посмотрим, что там. Пошечки. Блин. Все плохо. Они розовые. Они реально розовые. Теперь давай посушим. Они ужасно розовые. Они просто заброзовые. Они как у Сайки Кузо. Блин, серьги у вас ноги. Они очень розовые. Ладно, давай посушим. Кот, помоги. Кот. У нас паника. Кот истерика. Так, ладно, придется сушить. Посмотрим, что будет. Сейчас я расширю человека. И мы посмотрим с вами на реакцию. Потому что это пипец. Это я. Что, ты готова себя увидеть? Да. Дальше ты готова себя увидеть? Ну, давай, давай, давай. Я хочу уже посмотреть. Все, стой, стой, стой. Сейчас задам тебе зеркало. Давай. На, смотри. Переворачивай зеркало и смотри. Прикольно. Я думала, они будут прям ядренно-розовые. Они, типа, такие прям лайтовенькие. Класс. Прикольно. Что, лучше, чем было? Да. Да, прикольно вообще. Класс. Мне, смотри, сломалось. Да, я сломалась. Мне кажется, тебе идет. Ребят, как вам кажется? Мне кажется, реально очень неплохо. Посмотрите, как классно сочетается с ее кожей. По-моему, потрясающе выглядит. Да. А это не так, что ты сейчас... Я выключу камеру, и ты меня укусишь, или что-нибудь? Или плюнешь меня, или какой-нибудь такой дичь сделаешь. Нет. Ну, ладно. Это салон красоты у Лисонькина дому. Уже второй человек был покрашен мною в розовый цвет. Я не знаю, хорошо тебе или нет, но теперь ты сахура афишил. Ой, я сделала тебе неприятно. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. До новых встреч. Короче, сегодня Маша будет мне красить волосы. Офигантка. А вообще, откуда она интересна? Она убитая. Ох уж этот крабик за 20 рублей. Я не знаю, как я буду жить дальше. Без крабика бывает. Своей цели. Мы покуемся. Ты такой розовый. Нет, ну, кстати, прикол. Мне нравится. Я пришла, меня сейчас будут перекрашивать. Боже, я не знаю, что будет с этим волосами. Будет ли она Cold?